В Ибресенском районе подвели итоги социально-экономического развития за прошлый год. Исходя из них, председатель Кабинета Министров Республики Иван Маторин обсудил с органами самоуправления задачи на текущий год. Подробнее в следующем сюжете. Результаты за прошедший год плохими не назовешь. Успешно реализованы различные целевые программы по улучшению жилищных условий и переселению граждан из аварийного жилья. За прошлый год для Ибресенцев введено более 21 500 квадратных метров жилья. И главное теперь качественные услуги ЖКХ. Усилить надо работу, Николай Петрович, по ЖКХ. Есть проблемы. Часть мы с вами совместно обсуждали. То, что касается воды, водоотведения. Задача стоит все-таки вывести на экономически понятные параметры здесь. Так как в объекты вложены серьезные средства, бюджетные средства, и федеральные, и региональные, и муниципалитет. Необходимо, чтобы система экономически работала. Не остался без внимания и вопрос заработной платы. В среднем по району она составила чуть более 15,5 тысяч рублей, что ниже средней республиканской. И это несмотря на то, что количество предпринимателей увеличилось на 35%. И рабочих мест, соответственно, стало больше. Хотелось бы порекомендовать администрации района сформировать некую такую межведомственную комиссию. Если такая уже существует, то активизировать, наверное, ее работу с участием налоговых органов, с участием пенсионного фонда. И разъяснять на встречах с населением, на встречах с трудовыми коллективами последствия все-таки вот такого, таких низких размеров оплаты труда. Это и неоформленные, наверное, в соответствующем порядке договорные отношения с работниками, выплата серой заработной платы, нарушение трудового законодательства. Не радует и поголовье крупного рогатого скота, которое уменьшилось на 1,6%. В то время как в республике наблюдается рост этого показателя. В остальном же ситуация в Ибресинском районе стабильна. И, как отметил Иван Моторин, принятые планы должны обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие и в следующем году. Екатерина Абрамова, Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика.